Первое царство, 29-е. И филиштимляне собрали все свои войска в Афеке, а Ишарал расположился станом у источника, что в Изреале. И князья филиштимов шли сотнями и тысячами, а Дауд и его люди шли сзади с Акишем. И сказали князья филиштимские, кто эти евреи? И сказал Акиш князьям-филиштимам, разве это не Дауд, слуга Шаула, царя Ишарала, который был со мной в эти дни или в эти годы. И до сих пор я не нашел в нем зла с тех пор, как он пришел. Но князья филиштимские разгневались на него и сказали ему, князья филиштимские, отпусти человека обратно, пусть он вернется в место, которое ты назначил ему, и не позволяй ему спускаться с нами, чтобы в битве он не стал нашим противником. Ибо чем мог он умилостивить своего Адуни, как не головами этих людей? Разве это не Дауд, о котором они пели друг другу в танцах, говоря, Шауль поразил тысячи его, а Дауд – десять тысяч? И Акиш призвал Дауда и сказал ему, «Жив Господь, ты был прав, и твой выход и твой приход со мной в войско хороши в моих глазах. Ибо до сего, Йома, я не нашел в тебе зла с того дня, как ты пришел ко мне. Но в глазах князей ты нехорош. А теперь возвратитесь и идите с миром и не делайте зла в глазах князей филиштимских». И сказал Дауд Акишу, «Но что я сделал, и к этому ему, что ты нашел в своем слуге, пока я был с тобой, что я не должен идти и сражаться с врагами моего Адуни, царя?» Но Акиш ответил и сказал Дауду, «Я знаю, что ты так же хорош в моих глазах, как посланник Алахима, но князья филиштимов сказали, «Пусть он не пойдет с нами на битву. Встань рано утром вместе со слугами твоего Адуни, которые пришли с тобой. А как только встанешь рано утром и будет светло, тогда иди». И встал Дауд, и люди его рано утром, чтобы идти обратно в землю филиштимов, и пошли филиштимляне в Изреаль.